Но прежде чем мы начнем их изучать, мы немножко поговорим о внушении. Что такое внушение? Как вы думаете? Внушение – это внушение, да? Убеждение может быть внушением, да? Но по большому счету это простая команда, которую мы транслируем под сознание нашего собеседника, в обход его сознания, ну, с какой-то определенной своей целью. Иногда бывает бесцельно мы делаем внушение, и они очень сильно заседают у других людей. Ну, и это нормально. Что хочу вам рассказать про внушение? Почему вспомнил эту книжку? Мне интересно, кто ее читал, пока я ее не прочитал. Смотрите, если внушение заходит, понимаете, что такое заходит, да? То есть, если человек его принимает, он считает, что это его решение, его самостоятельно, то есть, он называет это, ну, принимает от себя. Если внушение не зашло, то здесь два варианта. Первый – игнор, просто игнорирование. И второй вариант – рвется рапорт. То есть, пропадает доверие. Понимаете, да? Я вот так вот делаю. Рвется рапорт. И это важно понимать. Поэтому с внушениями нужно быть как можно более аккуратными. И у тех, у кого эго зашкаливает, мы с помощью гипноза не можем управлять людьми. Даже успешный гипнотизер, он понимает, если он даже четко встраивает какие-то команды своему коллеге по общению, эти команды человек воспринимает как свои собственные внутренние решения. Поэтому расслабьтесь, вы никем не управляете, человек управляет сам собой. Вы просто ему помогаете, подсказываете эти решения. По характеристике, внушающей инструкции.